Музыка Отвечая на этот вопрос, я должен пояснить сразу несколько тонких моментов. Во-первых, гиппокамп никогда не был и не является никаким интегратором памяти. Это раз. Почему? Потому что на самом деле он входит в лимбическую систему, и память реализуется под воздействием нейроэндокринных механизмов, когда вы в стрессе не можете что-то вспомнить, или наоборот, что-то приятное происходит. Соответствующие метаболиты выделяются вашим гиппокампом и окружающими, самое главное, частями промежуточного мозга, которые иммобилизуют мозг. Гиппокамп не обладает такими свойствами. Его интегративные функции сводятся к лимбической системе. В гиппокампе нет представительства зрительной системы, нет представительства слуховой системы, нет прямого представительства никакого моторных центров. Эти глупости, которые широко распространяют популяризаторы наук, никакого отношения к реальности не имеют. Как, впрочем, и то, что гиппокамп является некоторым уникальным центром, в котором хранятся карты и память на пространство. Это нелепости, которые широко известны из практического изучения мозга. Например, как известно, очень многие дамы страдают географическим кретинизмом. Хотя у некоторых у них, как у мадам Рейснер, например, пять члеников гиппокампа. То есть очень мало связаны между собой. Вот эти выдумки, когда функция гиппокампа является мобилизационной, гормонально инстинктивной, выдается за универсальный механизм интеграции, структурка, которая имеет всего несколько кубических сантиметров всего нейронов, она, оказывается, управляет всем на свете. Древняя часть лимбической системы, которая к этому никакого отношения не имеет. Теперь относительно памяти. Память мобилизуется с помощью лимбической системы, но никак в ней не находится. В лимбической системе, в том числе и в гиппокампе, находится очень мало инстинктивно-гормональных, скажем так, форм поведения, которые закрепляются в раннем детстве, которые никто не понимает, что ими пользуются. Это некие образцы поведения еще до того, как созрел неокортекс. Основная память произвольная, то есть ваша собственная, рассудочная, которую вы пользуетесь, всем остальным, применяйте в повседневной жизни, не учитесь, накапливайте в ней те или иные сведения или из личной жизни. И она находится в коре. Извлечение – это удел лимбической системы, куда входят миндалины, гиппокампсы, савидные тела, свод и много чего еще другого. А вот хранение – это как раз корковое. И дело-то в том, что разные формы памяти, естественно, хранятся распределенным образом. Естественно, алгоритмы, например, графические примитивы, хранятся, и память о цвете хранится в 18-м и 19-м затылочном поле. Первичное – 17-е зрительное, а во вторичных хранится разная информация. Именно поэтому люди так западают на всякие замечательные фантастические фильмы, где есть впервые образы с новой графикой, с новым цветом, которые не встречались. Мозг же, он глупый, он пытается запомнить все, что может иметь хоть какое-то биологическое значение, а вдруг пригодится войне с инопланетянами. То есть человек пытается это запомнить непроизволенно, по биологическим законам, но память хранится не в самом первичном зрительном поле, а вокруг них, и в некоторых сопредельных структурах, когда эта память имеет сложный характер. То есть когда образы связаны с геометрией или с движением. Также точно слуховые центры, височная область, и там огромное количество полей, которые вовлечены в это занятие, и окружающие их поля тоже содержат информацию в основном звуковую. Но это не значит, что они могут храниться в других местах. То есть у нас распределенная память. И вопрос о том, что вы вспоминаете. Если вы вспоминаете, например, двигательно-моторный навык, давно не занимались каким-то ручным трудом, ну, например, там, вырезанием по дереву, и вы пытаетесь вспомнить и образы, и движения. Естественно, эти центры активизируются в этом случае в моторных областях. Сенсы моторной области, их окружение, которое хранит интегративную информацию об этих движениях. Плюс подключается мужичок, в котором, в том числе, накапливаются всю жизнь алгоритмы сложных движений. То есть память распределенная, но она связана с конкретными человеческими функциями, которые лежат в тех самых морфо-функциональных полях. А лимбическая система – это способ мобилизации этой памяти, извлечения. Потому что иногда, вы знаете, нужно нейроны подстегнуть как хорошего, но нерадивого ученика, хорошей, свежей, вымоченной розгой. Очень помогает. Поэтому память у нас вот таким образом работает. И она не хочет извлекаться из головы до тех пор, пока не возникнет биологической проблемы. Острой. Нехватка еды. Проблемы очень большие. Прочее, прочее. Никак не вспоминается. Но стоит привести в стрессовое состояние себя по тому или иному поводу, то сразу же возникает оспросветление. То есть вдруг неожиданно все вспоминается. Особенно, когда выбрасывается адреналин во время какого-нибудь ругания. Древние использовали этот механизм, говоря о том, что в спорах рождается истина. Они, бедные, не могли никак мозги заставить работать. И для того, чтобы заставить их работать, они заставляли своих учеников спорить. И тогда, стимулируя доминантностью, то есть каждый хотел выпендриться перед другим, он заставлял свои мозги работать. Вот тогда-то они и начинали работать. А так в спорах ничего не рождается, кроме драк. А истина – это архаичный прием для того, чтобы заставить мозги работать, стимулируя их через систему доминантности. Так что нужно использовать биологические механизмы, чтобы заставить себя думать и тем более вспоминать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кукурузу